всем привет тут стена и вот так дом установлен лазаревском также есть такой дом такой же стеной прям один в один запоминает меня лазаревская так а там я пройду не прохладно на улице вот для ялта плюс плюс 3 как орех как будто до муж было по-моему это дерево тоже молоденький верится улице горького улице горького по улицам что ли походим с вами не хотите походить по улицам по этой лестнице я вверх не подымался ни разу на блюхера куда-то ведет смотрите это около моего дом около моего дома этот дом к моего дома детская площадка есть и здесь смотрите за бац или но она была здесь раньше чем у моего дома нормально дать через дом уже площадочки такие шумит речушка наша ну-ка что здесь очистилась вода слушай-ка тут конечно ужасно бардачок дорогу куда-то пошла смотрите где гаражи на на речке я почему-то думал что это река ну вот горького я думал она так и идет туда прямо ученцу же там а нет она видеть и левее ушла и год на блюхер идет вверх ну вот и такие места есть ялты видите чистенько аккуратненько нас из фантастишь просто солнца нету фаспору заборы симпатичная туда тропа какая-то там дом или сарай что-то не знаю можно побродить по лесу сверху смотрим эту речушку нашу это думал я уже поднялся тут вот еще дальше топать надо еще себе да однако смотрите открывается ялза поднялся по лестнице я подумал что я опять поднялся нет еще не поднялся вот куда мы пришли здравствуй котяра базилия еще под лавкой двое сидят трое ошибки куда я тебе пришел продукт супермаркет а вдали какие красавцы беленькие стоят вниз идет дорога на ялту все видно вот еще лестница посмотрите спуск ход сидит город-то мая слушайте видать большой супермаркет смотрите какой огромный у меня соседка говорил да тут у нас знаешь есть супермаркет тут рядом поднялся по лестнице прям рядышком тут за мусорными баками ничего себе рядышком легче дойти до пушкинской чем здесь подниматься огромные зданица попал в какой-то парк а где же на дорогу на блюхер где где дорога на блюхер вот вон справа дорожек пошла собака идет белая ель какая высокая смотрите а может это кипарис пудрявый или ель не на вот эта речушка идет и вот опять меня лестница встречает дорога на блюхер уже вот такие лесенки винути туда вот тут надо немерено он уже сколько прошел и сколько поднялся по лесу может уже погулять и еще впереди подъем а летом на зелено пожалуйста отсюда видно массандерские пляжи море гостиницу турист мы выходим на блюхера вот смотрите вялся как красиво в объявлениях все вот этим дома вышли красивым блюхера 48b это это не основная вон основная вот она так вот в гору идет блюхера на объездную туда короче тут километр до доливания назад возвращаемся вниз тот дом большой который ночью светится ориентир вот тут один такой он нас против дому внизу там я живу получается вышли мы где здесь нормально асфальт нефига такой вертолетная площадка называется остановка здесь можно тоже спуститься милота мимо того дома мы и шли вот так вот поднялись вот отсюда видно мыс мартиан правильно мартиан да море видно по этой улице едут какие автобусы сотка девятка двадцать пятый один раз в час ходит если вверх туда ехать назад некоторые автобусы едут там по красноармейской вниз спускаются смотрите в этом доме кстати был там такие виды но кто высоты не боится можно купить жилье будешь отсюда видно и ту сторону ялты и ту и ту короче все видно с этого дома не знаю вон море видно и не знаю я бы не смог жить на этой высотке со своими паническими атаками жесть полная в нем жить а когда ветра вы не представляете какой свист от этих домов от этих крыш от этих деревьев такой свист на горе находятся детская площадка здесь есть свой тот вход все тут в кодах своя это видите стоянка продукты магазин так вот как бы полукром такой идет но огромный домяра ночью он встретится за освещение интересно дома ночью кто платят жильцы или кто ну а кто же сюда такой домик а сколько этажей три шесть девять десять пиво туалета аренда продажа обслуживание мебель под заказ окна двери жалюзы ветер прохладный такой с моря оттуда ну я люблю такой ветерок прохладно пятнадцатый ходят еще вот не сказал я пошел до базара сеченого они в основном все едут кроме сотки сотка в левадию едет конечно в левадии альфатор крым абонентский отдел ничоси куда его перенесли но это мусорка смотрите стена какая беленькая красивая еще эти вырастут деревья солнечный круг центр плавания миштяковая стена все что из камен из камня выложенными приметок на лесу просто вот так сделано и мне уже нравится установка улица украинская он между теми гаражами там потом по лестнице спускаешь ко мне домой дорога а это пошла вот так вот петлят блюхера сейчас она вон там метров 300 она вот вернется сюда назад поэтому напрямую здесь пойдем как раз я вам покажу где магазин яблоко находится это украинская или украинская вот напрямую трасса площадка со старым забором сеткой спорванные по кучу ахомуха здесь можно улететь как и губники обычно да нет нет не наоборот не обычный домик такой вот обычный а тут тут старые постройки походу где-то здесь есть он там магазин яблочко там там как как торговый комплекс там площадь большая там и яблоко там и овощные магазин там и столовую есть короче это улица как называется то есть установка промбаза промбаза на вниз вот улица пошла вот так она зигзагами тянется упирается в ломоносово и по ломоносово мы не пойдем по влюхера туда мы напрямую пойдем может чего интересного увидим видите какие старенькие ступеньки вот внизу площадку вижу там детскую здесь для взрослых качалка на ступеньки такие тут молодому скакать взрослый здесь бабушка она здесь не поднимется они слишком высокие ступеньки вот так вот здесь видите зачем убирать мусор вот так миштяк смотрится баллоны качели много так в ялте так куда мне интересно вышел на бум иду так что судите строго так я на ломоносово пришел ее мою вот скорую помощь по скорой помощи узнал это берегово тянется туда ученцу там в той стороне вот река ученцу или водопадная как вам очень нравится называть ее ученцу или водопадная ученцу ученцу означает знаете как заброшки выглядят ну вот хоть эту поставили нулевую но еще год назад по моему поставили ну вот видите бетонные стены здесь сделали да вроде их не было или просто их покрасили не просек этот момент а вот видеть деревья лежат ну и вроде как бы и не хотят убирать вот видите пенечки какие смотрите забор какой вот так вот имейте ввиду скорую приедете вам скажут иди отсюда выйди за ворота за слабом и вызови скорую скорую меня с панической атакой не приняли там даже дверь не открыли меня трясет вызывай скорую скорую блять можете представить мне чтобы пару слов сказать сейчас успокойся молодости сейчас что сделаем блять от этих слов паническая атака ушла бы они меня наоборот загрузили было было жестоко с их не стороны 1999 год по старину домик забацали я в Сочи в Лазаревском стремно было на такси приехал скорую они меня там приняли укол сделали базарят а чё ты скорую не вызвал я говорю пока вас вызовешь пока вы приедете я с ума сойду вы же знаете что такое паническая атака или нет там как этот как уж на сковородке носишься блять беспричинная атака смотрите церковь какая кто-то из вас писал что здесь вроде католики ходят да дом молитвы называется ну церковь сейчас я прочитаю чтобы это не путать вас и себя церковь христиан баптистов местная религиозная организация красиво смотрится пальма посажена по рыбалке скучаю по речным по деревенским по деревенским рекам по озерам на море-то мы практически не рыбачим нам нельзя и до рыбы нет прикиньте рыбы нет и еще рыбачить нельзя вообще кайфово кайфово здесь рыбакам жить особенно все пенсионеры теперь дома сидят можете представить их просто ушатали они выходили зимой да они двигались они рыбачили они общались а теперь дома сиди зачем тебе рыбачить рыбу уходи покупай магазине а то ты бесплатно ловишь на халяву как нельзя они приняты у нас так балкон шедевр ржавчина такая людей просто денег на это еще смеяться над этим у меня что квартире лучше что люблять у них балкон с улицы такое может внутри там евро ремонт а у меня внутри как на улице блять ничего и у мусорок чисто здесь мы не пойдем по ломоносу пойдемте вверх уйдем туда на кирова там по кирова спустимся куда-нибудь куда-нибудь неохота сегодня на набережную эти одним и тем же маршрутом надоедает как ужасно что-то какие-то незнакомые дома мне эти стены я наверно не там свернул еще буду опять на ломоносу туда к скорой помощи ну ёпра сатайка ну это жестоко просто переулок ломоносова называется надо же смотреть видос не обязательно просто я иду снимаю гуляю снимаю без камеру это не могу гулять прикиньте без камер чуде ходить вот улыбка смайл смейл смайл и знание красиво с моей стороны конечно огороды показывать люди скажут ты чем заболелся с это хочу показать вам пальмы смотрите даже пальмы где растут каком это невзрачным какому заборчики там за заборчиком узрачно пальмы растут на набережную не могут посадить да вот тебе пришли сюда это кито это кито без руки вот здесь нам надо было свернуть но самбо я федерации самбо ялта спортивная школа имени павленко гостевой дом какой то здесь слева за углом что будет круглый год гостиница или отель здесь от ломоноса на метр ну 200 250 наверно и ты выходишь на кирова где дом чехова там район что здесь вот надписи нету и непонятно вот здание такое стариненькое красиво что там не надо вот ялта круглый год 365 отель там симпатичных так классненько там бассейн есть подписчица здесь отдыхает встречал я подписчицу на набережную она говорила я здесь постоянно торможусь мы идем дальше все выше и выше и выше и выше да в горку конечно подниматься не комфортно ну-ка занырнем сюда что тут блин там же пристрелит вот с этой стороны это гостиница стоянка у них своя симпатичный заборик ограждение так бесит по-другому никак не сделаешь что-то не тусили хулиганы забор одними наверное самом деле не знаю от кого мы таримся с администрации там заседает вот этого дома чехова там уже метр в тридцать дом чехова там сквер чеховой его сестры мы туда не пойдем много раз снято вот тоже шедевр балкон не красят наверно потому что летом от жары выгорит наверно так все равно даже не спрашивал место почему почему балконы сука не красите блять не спрашивал газофикация что ли на куртке написано и ящик пива тащит вот работнички я вообще в шоке церковь еще есть ялте вот она в стороне ней как-то он снимал года полтора назад тут это неудобно идти задавить могут занялся я не буду давайте дойдем до нее до церкви улица кирова и вообще опасно ходить дороги такие вот они вылетают из угла сверху крыши покосанная чуть еще поди сгоревшие переулок колхозный но увидите машины едет вот еще тихо едет спокойно без комментов церковь что тут за скотняк переулок клубный нашей школе учились павел винокуров вениамин косилов 22 год 2002 год храм феодора тирана или тирона так правильно название как интересно свет храм святого великомученика по воде воде и и в ялте ялте так много школ вот на севастопольской углу гоголя стоит же большая школа как дворец а тут рядом архивная улица там тоже это школы есть и и отделывают сейчас заканчивать много так в помощи у нас в ду море видно перевод клубный таки-то диски прикольные уши там вот так все окна смотреть какие заборчик у него все дела даже даже кабель видите в этой воплетки все все строго и там дальше пошло оттуда мы вышли пешеходный переход здесь это светофор есть даже смотрите какой-то дом должен старики так и лишь идешь просим на крышу можно посмотреть интересно интересно да ничего себе что я вижу министерство здравоохранения ялтинской медицинский колледж до офигеть надо просто разве здесь есть медицинский колледж ялте вот это да еще себе вот приятел ялта учиться и будете жить в ялте на крыше права растет тут у ялте такое можно увидеть дорога пошла год отверх все это 10 микр район там 9 января юбилейный концерт а сегодня какую 9 7 что отчетом между прошлым и будущим артист артисты крымской государства филармонии 11 января мир празднует рождество за бредятинка 11 января таврический благовест какой-то меня смутило число осаго центр страхования комиссионный магазин вот такой поворотик разрезки такой хоба 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 и ты уже где-нибудь на рынке было мясо покупают ходишь вот черт еще вот это что они вот не видят вот это все вот это вот до советское время еще дерево даже вон как у права советских времен вот эти вот забора вот эти дремучие делали какие-нибудь по солидному а то он внизу детская площадка вы сейчас скажете ну не все сразу как 10 лет уже прошло в россии ялта в первую очередь должны делать южная столица крыма россии так а куда я иду а я понял это к рынку сахане по моему улица мы пойдем дальше по первого на углу такой ящик стоит о боже где я в таком дороге непонятно я тут не мешал бы метелочкой пошуршать душа болит смотри это все зря я пошел здесь лучше каждый день набережного буду снимать ну было бы солнце эти гаражин они на солнышке видео как бы покраше были сейчас все это совета и так страшно и страшно эти гаражи да еще блядь без солнца наверное история у этого за лица там шевеля он старенькая зданица заметил вот эти старые здания всегда светом темно-желтым таким как вот институт сеченова бывший я заметил вот такие вот оттенки на них на этих зданиях а что здесь правда наверное вы знаете напишите в комментариях люди будут знать что здесь что за домяра такой слушать а здесь мне как идти теперь или здесь уже нельзя мне ходить есть переход то ли старинное здание то ли не доделали его ну зато тайский массаж все дела да не наверное скорее всего старинное здание тут да вход такой блин там косяков что ли нет они это покоцанные такие косяки я в шоке о господи дорога вверх уходит халтурина халтурина вон вижу лейба висит марина сумбурская 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 я-то пешеход на мой дом он еще сигналит меня вообще вы что водила смотрите новое здание какое-то там может просто реконструируется может просто реконструировать красивую здание на ночь крышу отдать туристы приехали здрасте красавчики ты наверно свободу хочешь смотри какой красавчик даже не гавкаешь смотри смотрите впереди дом какой облезлый где я вообще проходной переулок там действительно можно спуститься сейчас дом здесь будет где вася фильме оси оса зафиксировали ему ну то что за балкон этот на уши без слез не взглянешь по нескольким трупам из стены торчат а вот этот дом вот с этой царкой наверху не сарка с ротонды о боже о боже мой где я на таблетку успокаивающе разве скажешь ли по ялке идут хи 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 развернемся покажем вам дом с ротондой Да, оттуда Волга выезжала, здесь остановилась, стрелка была у Крымова, Крымова фамилия там, Говорухина фирма, а он вот здесь за углом стоял, ждал, да, точно, вот здесь он за углом стоял, там выезжала вон туда, или как же здесь страшно, мать народа, я больше не буду ходить по улицам по таким, боюсь напугать вас, туристы перестанут ездить сюда, я хочу сказать, отдел полка народного ополчения народной дружины республики здесь сейчас будет санаторий Кирова, он вниз, здесь тоже можно спуститься, по-моему, здесь вот можно на рынок попасть, ну вот, шляпка уже, зуба цена вот санаторий Кирова вон ворота вот, на базар походу, это дорога на рынок, да? да спасибо вот тоже старенькая зданица просится на ремонт да, такие домишки запущенные стоят просто просто как такое может быть вообще здесь люди живут, между прочим старинные домишки с историей запущенные гражданам, наверное, предлагают скинуться и самим ремонт сделать, как обычно вот это Кирова, она самая длинная, по-моему, улица в Ялте вот сейчас мы выходим направо будет дорога туда на Спартак вот отсюда она начинается улица какая его ни Щерса, ни Щербака ну метров сто, а туда дальше на Кирова что хотел сказать-то вот эту улица Кирова, короче, идет, знаете куда? сказка, знаете, зоопарк где? вот туда она идет это за безумие отсюда ну смотрите здание какое за забором блин, красиво вообще а может это санаторий, я не знаю, без понятия может продолжение а, нет, здесь институт Магараджа вот здесь за углом институт Магараджа институт Магараджа ну как тут носится, блин по пяткам носится ну-ка, ну-ка, ну-ка сейчас мы узнаем, что тут, к чему это понятно, а то здание Всероссийский национальный научно-исследовательский институт вина, градство и виноделие Магарадж Министерство науки дегустационный зал а то здание тогда что? то здание симпатично оно же забором и уже прочее вот вниз пошла дорога Боткинская вправо вот эта площадь забыл метров сто и там уже остановка Спартак а это Кирова продолжается Камыш умел Камыш деревья гнулись где вы такое увидите Камыш в городе вот это же ништяк смотрится это же по нищечку на Кирова на Кирова заметили? там мало деревьев, да? на Кирова там где мы гуляем мало деревьев ну это речушка какая-то ну это я так говорю речушка на самом деле хер знает что это может каналюшка может это каналюшка баллоны как всегда в речушках сейчас немножко по этой улице вверх поднимусь хотя бы метров сто узнать что там за улица я всегда проезжаю на троллейбус но что там за улица такая вся в Кипарисах а в Яндексе лень же посмотреть ха-ха-ха-ха-ха детская площадка такая здесь нормальная здесь уже цивилизация вот на домик однако центр реабилитации зрения тут оказывается можно еще и Кровушку сдать на анализы а я знать не знал ух ты а это что здесь что здесь было вот про эту улицу я не знаю даже имя и ешь его спрашивать неудобно сейчас где-нибудь бирку найдем скажу детский сад чебурашка ничего себе клуб по изучению английского языка это улица Щерса господа это улица Щерса так она в горы идет и идет и идет и идет короче туда я дальше не пойду все посмотрим вот это что за здание и назад киров написано вот имейте ввиду если покупать будете крышу в Ялте выбирайте местность чтобы ровная была можете представить педали дюкор отсюда чтобы остановки рядом были фух пятый корпус центр ну вот здесь вот мне нравится вот такие вещи вот такая дверь козырнячая да и мощная она такая и вот и вот и эта тема мне нравится как-то необычно так смотрится камеры везде я хожу снимаю потом придут нарушенки напярят доказывай что ты не козел блять с какой целью ты снимал на каком основании начнется покатываться ту 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 снег интересно будет или нет обещали минус 10 ну это по Крыму в Ялте вряд ли минус 10 будет минус 1 в крайняк или плюс 1 молодые кипарисики ну вот такие вот домишки обычные здесь тоже вон балкошки не обделаны там левее обделаны здесь нет хайзива хайзива сдают к примеру но но не не отделывают эти свои крыши поферу они сдают и все а живут в другом месте в особняке в прутом где-нибудь в горах я видел я видел когда вот приезжал с Крыма здесь вот снимал я я блогер бедный я я всегда по дешевке ищу все да такие мне скворечники предлагали и цены ломят смотришь в глаза им и думаешь блять ни сюда ни нахер ни совести вообще нету блять а бывает так что находишь отель какой-нибудь слушайте огромный да особенно зимой ну мало же зимой людей да если и еще тем более где нить на отшибе там дешевле в отеле получается чем чем вот этим скворечники здесь где-нибудь такое бывает 9 января трава такая зеленая да вот еще детский сад походу здесь еще дети кричат зелени много здесь клево смотрите как дерево растет свисает здоровый ништяк тут летом вообще тенек вот смотрите сейчас вам покажу дом неудобно снимать за люди идут смотрите какая это арка ротонда видите нет интересно но это тоже старые постройки домяра я так думаю неудобно вот смотрите ну неужели у них бабла нету вот эту заменить вот эту а здесь ее просто а вот здесь заменили я думал ее сперли блять на дачу что-то забор тут пошел красивейший забор такой блять вот вон 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 громадно дворец натуральный у нас против дом кто же старенький красавчик суд по-моему или суд дальше судят видите в каких домах красивых не с удача малетно да это сутсу я покажу вам с колоннами не знаю на работает нет никогда не не видел здесь детей но там что-то описано он над дверью куст рябины куст рябины подписчики сейчас смотрят видео скажет по блять кому весело ходят блять дурака валяет песенки поет вот жизнь не жизнь а малину этого блогера прям так вы тоже продайте квартиру своем городе переезжайте сюда купите камеры тоже ходите гуляйте кто же виноват я с 86 года мечтал здесь жить а вы о Ялте узнали только год назад примерно видите 86 а сейчас 24 два с половиной года уже живу здесь да не я в 86 году даже в 90-х не вспоминал Ялту я ей не хотел здесь жить у меня и мысли таких не было ни в Сочи и здесь в четырнадцатом году мысль такая пришла тридцать первого января тридцатого по-моему тридцать первого подзабыл тридцатого короче мать похоронила и начал думать не свалить бы меня на на юга жить здоровье управлять а тут как раз тут как раз это крыль в Россию вошел состав скажу честно если он был бы в то время украинский я бы сюда бы не при не приехал бы в украинский крым почему не знаю а а а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем пока! Короче, следующее видео море.